доброго времени суток здравствуйте друзья сегодня хочу рассказать очень коротко и немножечко о том что вот меня посетила бредовая идея собрать ламповый винил корректор то есть предусилитель корректор или как очень называют фонокорректор потому что вот захотелось не иметь фонокорректор именно лампов есть неплохая вертушка называется corvette 038 с головочкой мм магнитной изумительной а вот и но как бы послушать ее хотелось бы именно через ламповый фонокорректор чтобы понять всем прелести звука вот знаете тема это ламповых усилителей сейчас на подъеме я не мудрство лука создал вот такую ужасающую конструкцию которую вы сейчас можете наблюдать на своих экранах вот жуткое такое творение без всякого скажем так изящества это называется макетная плата на ней будут конструировать изобретать форма усилитель корректор он же предусилитель опять же прошу меня простить за то что снимаю показ рук без штатива чтобы показать вам все прелести вот этой беды потом поставлен штатив и сможете без бездерганий посмотреть эту этот ролик вот значит соответственно что это такое что перед собой видео такое ужасное нагромождение это деревянная рень называется макетная плата на ней будут макетировать испытывать различные варианты деталей для своего фонокорректора вот и смотреть как он с ними будет работать так сказать вот собирая схему решил для начала взять вот такую обкатать самый простейшим на двойном триоде 6 n 2p и в как воде схеме указ схема известная в интернете она есть достоинства недостатки у много раз обсуждены вот тут даже ссылочка у нее есть я решил поизвращаться что-нибудь сделать чем привлекла эта схема надо естественно понимает схема одного канала усилителя тоже здесь делам по нарисованы пусть вас не смущает это две половинки одного двойного триода в качестве этой лампы можно применять как 6 n 2p так и 6 n 1p 6 n 23p с индексами или безбуквенных индексов вот этих и в принципе поэкспериментировать выдавать подобрать так сказать лампу послушать на какой лампе как она звучит для каждого свои скажем так предпочтением а вот вот это я сказал один канал строится на двух половинках одной лампы здесь нарисованы vl11 это одна половинка vl12 это вторая половинка двойного триода ну и помимо лампы в этом канале используются еще раз два три 4 5 6 7 8 9 конденсаторов как вы видите раз два три 4 5 6 7 8 9 10 по моему резисторов если я не ошибся а собственно и вся начинка но здесь конечно не указан блок питания не показал блок питания это отдельная тема для ламповой аппаратуры там может быть трансформатор анодно накальный или два трансформатора анодный и накальный для предусилителя фонокорректора выходной трансформатор не нужен данный вариант не предусматривает выходной трансформатор что избавляет нас от одной сложной в изготовлении и дорогостоящей детали вот огня на этой платке вот я шкал макетный собрано все вот здесь в единое целое и в том числе блок питания с фильтрами и вот эта вот схемная часть которую мы видим так сказать на этой схемке как я уже сказал это один канал второй канал будет идентичный точно такой же то есть добавится еще одна лампа и вот столько же конденсаторов и резисторов как указано здесь блок питания можно сделать единый на все хоть сигнала поступает вот сюда на сеточку первой половинки диода 6n2p данном случае поступает входной сигнал на сетку с фонокорректора далее соответственно первая половинка это лампой работает как первый каскад усилителя фонокорректора далее через самода данной лампы через конденсатор переходной и вот эту цепь который называется частотно-корректирующая цепь он поступает на сетку второй половинке этой лампы вот эти две половинки лампа друга друг от друга совершенно независимо работают как два диода партнер два триода только в одном корпусе вот поступает на вывод 7 то есть на сетку второй половинки этого триода который является вторым каскадом и дальше через выход он снимается на последующий усилитель усилитель фонокорректор я говорю может работать максимум на наушники вот для дальнейшего усиления сигнала нужно подать сигнал либо на наушники что-то его прослушать либо уже на конечный усилитель усилитель одно из основных задач фонокорректора помимо усиления слабого сигнала от магнитной головки звукоснимателя является еще и частотная коррекция то есть магнитная головка дает сигнал бедный на вы на низкие частоты но богатый на высоким вот эти вот элементы вот эти вот элементы цепочки частотно корректирующий конденсатор резистор они собственно говоря ну не даваясь подробностям то грубо объясню они не корректируют сигнал несколько убавляя в нем высоких частот и добавляя добавляя наоборот низких то есть для того чтобы сигнал был более приятный на слух извините еще раз за то что все трясется так вот неудобно трубу держать вот руками они трясутся я не алкоголик просто на мяч на таком как бы все в до штате и вся она в нем сказать камера это трясется не суть а давайте коротко про схеме вот в правой половине макетной платы представьте пространственную раму собранную из того еще было я ее слепила из того что было то есть какие-то остатки там древесно-волокнистых отделочных полицей т.д. и т.п. и вот к ним просто прикручен большой трансформатор от ламповой радиолы какой-то gssh 170-3 он удобен тем что имеет уже как бы обмотку накальную обмотку самая анодную то есть высокого напряжения обмотку сетевую всякую такую беду все выходы его вы были известны в интернете про него подробно написано далее в этой вот в этой правой части которая является собственно говоря блоком питания макетной платы находится еще раз вот дроссель вот он находится визионный дроссель показываю маркировка dr2 lm dr2 lm он работает в фильтре фильтре высокого напряжения анодного вот на нем здесь в изоленте так вот и по колхозному прилегли на 4 диода типа d226 собранные в мост замотаны изоленты приклеены термоклеем прямо корпусу этого так сказать дросселя вот здесь же находится два мощных конденсатора на 400 вольт и насколько они там у меня на 330 микрофарад каждый это конденсаторы фильтра высокого напряжения выпрямленного а вот питание для накала поступает вот это вот этих проводочков c нашего накально анодного трансформатора и вот здесь уже отсюда снимается 6,3 вольт на накал вот этой вот лампы вот он собственно горят двойной триод вот он здесь стоит у меня даже седа беда включена сети это и руками хватаю понимаешь ли ничего себе она светится до итогом шибануть не довольно большой напряжением вот если вам не видно я вам покажу вот видите горят огнем подогреватели данного катода катодов данного двойного триода вот но вся остальная часть схемы собрана вот здесь в левой части платы если я раз два три незадействованных совершенно нужных данной схеме ламповых панельки них стоят просто как в хранилищах лампы чтобы можно было оперативно менять почему 4 сделал для потому что по одной простой причине что потом планирую может быть с различным количеством ламп усилки есть еще моделировать может быть оконечник какой-нибудь буду делать на лампах пальчиковой серии есть такие клеммники собраны откуда старинная радиоаппаратура текстолитовая для чего эти клиники для того чтобы к ним припаять вот этим грубо говоря конденсаторы резисторы здесь не сейчас собран только один канал для того чтобы этот рельс стал стереофоническим вот здесь нужно поставить и распаять еще вторую такую же лампу но первые опыта показали что то что значительный уровень фона несмотря на фильтра несмотря на все вот эти вот так сказать экранированные провода фон большой все таки большой фон у этого усилителя фонокорректора а вот и соответственно как бы буду пробовать эту лампу заключать в металлический алюминиевый кожух полностью буду укорачивать соединение в меж детальной межблочной собрала я говорю слепил чисто вот так посмотреть что будет а будет ли она все это работает заработала работает усиливает вот мы в общем то частотно зависимые характеристики вот благодаря деталям можно проверять смотреть там понимать что это для того чтобы уменьшился фон у нас часов в работе покажу как бы скажем так чисто говоря обзор на экскурсия так сейчас поставлю куда виду вот так вот видно сейчас подвигаем а вот так лучшим так лучше вот я покажу какие эксперименты с ним так сказать делал да забыл сказать это все будет работать вот здесь выходы вот этот как бы выход через через конденсатор на выход колокольчик идет выход с этого усилителя вот это вход вот это собственно говоря вход вот такой вот разъемчик на проводочке экранированным с выхода сигнал подается на обычные для в цель эксперимента такие спикеры компьютерные вот сейчас как бы неважно что они совершенно какого качества звука не дает просто надо понять как меняется звук как меняется фон при различных манипуляциях со всей вот этой макетной платкой вот ну а сигнал сюда подаваться будет но с такой допустим магнитной магнитофонной деки gc вот такой вот проводок у нее с линейного выхода идет и он соответственно будет сюда вот линейный вход этого усилителя подаваться и так прошу обратить вас внимание на схеме на следующий деталь вот этот вот конденсатор c4 емкостью 3400 пикофарад регулирует регулирует значит частотный спектр усиливаемого сигнала если его емкость уменьшать вот так будет добавляться высокий частот если емкость наоборот увеличивать там 6800 пикофарад то в два раза больше стоять низкий частот соответственно уменьшится высокие частоты то есть звучание магнитной головки благодаря изменению емкости этого конденсатора можно будет приводить к более естественному вот эти вот два конденсатора в катодных цепях лампы c3 2200 микрофарад на ноль насколько на 6 вольт и тут аналогичный эти два конденсатора в котором цепях они будут распространяться так скажем особо об их назначениях не влезая в дебри скажу что изменяя их емкость можно увеличить громкость звучание усилителя то есть степень его усиления также на степень усиления влияют вот эти вот резисторы в анодных цепях чем больше номинал резистора чем больше сопротивление тем больше усиления парадоксально но факт то есть если 220 допустим килоом он увеличивается но усиливать скажем так есть раз а если добавить 440 килоом то он будет увеличивать в 20 усиливать в 20 раз коэффициент усиления 20 раз очень грубо примитивно объясняю совершенно безграмотно но так чтобы было понятней а вот соответственно эти конденсаторы если их емкость увеличивать то будет увеличиваться также коэффициент усиления только от них зависит еще и частотных активистик а в том числе поэтому как бы эти конденсаторы в катодной цепи они имеют отношение к смещению поэтому здесь очень сложно двух словах вам не расскажу в общем верьте на слово вот вот этот конденсатор так буду я не находится на схеме вы поняли покажу где они находятся на макетной плате вот эти вот конденсатор в катодных цепях электролитические они вот они вот один вот второй вот этот вот конденсатор частотно скажем так частотно регулируемый цепень c4 он находится вот он так сейчас вот видите вот он вот он этот конденсатор он как вы видите зашунтирован вот этим вот резистором r32 r6 пардон 32 киловома вот он этот резистор вот он этот резистор все понятно сейчас попробуем посмотреть как это все работает как а тут что от чего зависит так возвращаю в исходное положение нашего утомившую же вас своими дерганиями камеру надеюсь вам все видно если не видно попробую чуть-чуть увеличить не увеличивается почему-то потому что камера включена в общем смотрите как как есть и так включаем значит наш усилитель а у нас так включен добавляем громкости в усилителе оконечном которыми являются спикеры компьютерной то есть какой фон пошел на добавили громкости вот теперь если мы возьмем в руки вот эту виду который является входом на и по трогам как она фонит теперь возьмем наш магнитофон магнитофон и панель включена не будет запись так это звук мы сделаем потише это мы слышим фон переменного тока с которыми я борюсь бороться в этом ссылке и его поборю победим все вам потом об этом расскажу так включаем так пуск мы берем вот этот шпирек втыкаем вот в это отверстие и радостно слышим музыку так вот такой громкостью времени играть а теперь попробуем паять один из этих конденсаторов которые я говорил которые влияют на усиление эти а вот паял и сразу звук стал тише почти в два раза можем отрегулировать усилителем регулятором громкости но вы вечно стал тише показываю еще раз отсоединен конденсатор отсоединял почувствуйте разницу да почувствуете так сказать разницу отсоединен 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 отсоединел теперь по этому конденсатору вот в данный момент у нас отсоединен вообще присоединяю смотрите чувствуете разницу высокий частот убавилось низких добавил солдат солдат попьет кваску купит из кино никуда не торопясь выйдет из кино а если мы добавим еще один конденсатор смотри что он оставит с частотой характеристикой ваша в током не шарахнул здесь довольно большое напряжение на конденсатор нет нет Придется припаяться. О, припаял. Высокие вообще исчезли почти. Так, конденсатор отсоединен. Этот присоединен. Елкость его увеличена в два раза, потому что параллельно присоединен второй кондер. То есть, в принципе, тут мы наглядно видим, как и что происходит. Скажете, нахрена настолько глушить высокие? Объясню вам просто. Сейчас работает магнитофонная дека. Там, в принципе, частотный спектр естественный почти. А у магнитной головки, как я уже говорил, высоких частот много на выходе. А низких мало. Поэтому там надо резать сверху, добавлять не за что. Возвращая приближаться к естественному. Вот такая ерунда. То есть, грубо говоря, мы сейчас уберем. Ну и таким же образом можно экспериментировать, меняя лампу. Одну вынули, другую поставили. Даже не отключая его от сети. Так удобно, так прикольно. Ничего паять не надо. Сейчас нагреется, заиграет. И можем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 О, поинтересно играет. Вернем на место. Или поищем другую. Что у нас еще есть? Где-то было. Вот, 6N1P Давайте послушаем, как 6N1P нам споет. Она вот со знаком качества. Хотя внешне они такие, по сути, довольно похожие. Втыкаем и радостно слушаем. Радостно, прирадостно греется. Ну вот, на 6N1P Вот так работает макетная полота. Вот так работает вся эта беда. Будем надеяться на построение хорошего, интересного лампоусилителя. Вот. А вот без источника сигнала здесь можно понять, откуда идет форма. Мы будем трогать различные провода. Поймем, что... Ага, вот эта штука имеет отношение к фону. А вот эта меньшее. Эти конденсаторы к фону отношения не имеют. Когда подключены, отключены. Ну и вот это тоже все фоноопасно. То есть, все, что фоноопасно, по идее, надо экранировать, глушить, прятать, убирать и так далее, и тому подобное. Просто говоря, все, что я хочу рассказать по этому поводу. Большое спасибо за внимание и терпение. С наилучшими пожеланиями. Всего доброго.